...в этой сфере. Вот, значит, на нашем сайте вот эти вот материалы есть про климатические изменения, про ноделирование эпидемий и так далее, и такое прочее. До этого никто из моих студентов не сталкивался с такими задачами. Но мы преподаем им курс «Информационный поиск» как бы анализ информационных данных, вот таких библиографических, да? И они могут разобраться в этом бесконечном объеме литературы, построить хоть какие-то карты. Вот я здесь нарочно сделал карту, видите, да, одной из самых старых карт мира, после того, как открыли Америку, где она не вся. Но все-таки такая карта лучше, чем никакая. И что мы быстро обнаруживаем на таких картах, это как устроена наука и научное сообщество. Вот моя любимая картинка по этому поводу, это когда делается сетевой анализ, то выясняется, что этим занимаются и физики, и социологи, которые друг друга практически не цитируют, да? Одна тематика у физиков, другая у социологов, хотя по сути они решают один и тот же вопрос, какой-то конкретный в области сетевого анализа, да? И важно пользоваться точными данными, такими как подмет, вебов, сайенс, там и так далее. И раньше, вот я что хочу рассказать, что для того, чтобы вот справиться с всем информационным поиском, не знаю, там, 10-15 лет назад, врачи, химики, которых я знаю в Америке, заказывали такую аналитику специальным людям. Мы познакомились, когда учились этому, там, не знаю, 15 лет назад, 20, мы познакомились с людьми, которые зарабатывали деньги, тем, что им биомедики всякие и химики давали заказ, типа, у нас срочная проблема. У вас три дня, дайте нам, так сказать, результаты, какие статьи наиболее важные, и кто на кого цитирует, какие так устроен расклад научного сообщества в мире. И сейчас уже специализировать, значит, программы, как ВОЗ-Вьюер и далее, как Сайт Net Explorer, которые строят эти карты. Я о ней коротко расскажу, чтобы оно было важно. Значит, есть модель эпидемии, компартментальная модель, значит, в которой три элемента подвержены заражению, иммунные и, значит, в крайнем случае, там, умирающие и выздоравливающие. Вот она стандартная модель, в которой все это описывается простым ростом. И такая модель, по-видимому, неплохо работает для описания эпидемии, например, в замкнутом на острове. Все эпидемии, все вспышки, которые случились там на закрытых заводах, да, в смысле, изолированных там, в Якутии у нас, на Кольском полуострове, они, по-видимому, хорошо описывают в такой модель. Но реальная жизнь, конечно, не такая. Вот мне надо было включить карту, если кто-то, вы можете пойти посмотреть, на сайте New York Times сегодня карта того, как распространялся вирус по Соединенным Штатам. Так вот, я закончу, как бы, рассуждение о том, что, значит, обнаруживается интересная вещь. И это, как бы, демонстрирует нам, как работает научное сообщество. Данные о сетевом распространении вирусов хорошо развиты в области изучения ВИЧ-спид. Там, где, например, совместное использование иголок при внутривенном употреблении наркотиков, как бы, да, распространяет вирус. И вот выясняется, что работы, которые анализируют эпидемию на сетях, они, на самом деле, как бы, используют данные, работают с вирусологами, которые занимаются ВИЧ-спид, эпидемиологами. И никто из них не работает с теми, кто занимается гриппом или еще каким-то таким вирусом. Потому что это отвечает, например, на тот вопрос, который у меня был с самого начала, почему у нас, как бы, люди, которые строят модели эпидемии на сетях, не участвуют в обсуждении того, как идет пандемия, как бы, коронавируса. Вот. Вот, собственно говоря, и все. Как бы, короткая информация о том, что каждый желающий, в том числе и, как бы, журналист, которого интересует, как бы, да, какая-то аналитика данных или научная популяризация, может воспользоваться такого рода техниками анализа научных тематик для того, чтобы об этом внятно рассказывать. Все, спасибо.